Всем привет дорогие друзья! С вами Механик! Сегодня у нас новые тесты в BMG Drive. Сегодня будем проверять подвеску на прочность. А сейчас проверка на реакцию, успеешь ли ты подписаться за 3 секунды. 1, 2, 3. Успел? Красявчик! Итак, ребят, смотрите, у нас есть рампа, и давайте-ка мы ее немножечко еще поднимем, а то что-то она как-то низкая. И у нас есть машина. Соответственно, что мы будем делать? Мы будем на машине разгоняться, залетать на рампу, и после этого мы будем смотреть, что будет происходить с подвеской. У нас целый полигон есть еще для подвески, но мне кажется, что вот это приземление, вот такой бух-бух удар, это будет самое жесткое испытание для любой подвески. Начнем, пожалуй, с чего-нибудь другого, потому что эта тачка, ну, блин, это пикап, она должна выдерживать нагрузки. Давай с чего-нибудь легкового, наверное, начнем. Так, а с чего бы нам? Нет, это точно нет. Ну, в принципе, может быть, что-то вот такое, да, мы возьмем сейчас что-то не очень быстрое, что-то просто, чтобы доехало туда, вот это возьмем. Посмотрим, что получится из этого. Ребят, кстати, не забывайте, что по ссылке в описании находится лучший магазин игр, в котором продаются ключи и аккаунты. К самым топовым игровым новинкам, все это за копейки. И плюсом ко всему, сейчас действует акция, за любую покупку подарок гарантирован. Ссылочка в описании. Поехали! Уф! Уф! Пошел разгон. Смотрим на подвесочку. Уф! Мордой прям жестко ударился. Слушайте, ну, ну видно, да, что вот здесь колесо как перекосило жестко. И здесь тоже. Сзади более-менее норм, но впереди видно, что вот с этой стороны очень сильно что-то пострадало. Сейчас посмотрим в стоке, как было. В стоке, видите, все ровненько. Никаких, просто никаких изгибов, ничего нет. Попробуем еще разок. Разгоняемся жестко. Пробуем. Опять, опять. Ух! Еще рулевая пострадала, смотрите. Так, сейчас съезжаем сюда на ровно. Посмотрите просто. Вот сейчас руль ровно стоит. Видите, как колесо? Ха-ха-ха. Да, жестко. Жестко. Машина страдает, конечно. Ну, тут и говорить нечего. Машина жестко страдает сама. Может быть, нам надо поменьше рампу сделать, чтобы... Чтобы она как бы налетала. Давайте попробуем поменьше рампу. Ну, смотрите, ее просто ведет в сторону. Видите, как... Давайте мы рампу с вами чуть-чуть пониже сделаем, потому что это очень высокая. Вот так вот, наверное. Да, может быть, тогда она не будет так сильно разбиваться. А может и будет. Кто ее знает. Сейчас мы с вами это увидим. Кстати, ребят, как вы считаете, самая топовая подвеска здесь вот внедорожная, она как? Во! Вот это хороший тест был. Вот это то, что надо. Смотрите, выдержала. На второй заход ее. А второй заход мы можем, кстати, вот там протестировать. Где у нас есть вот эти всякие препятствия. Просто сейчас на жесткой скорости залетаем на все вот эти вот штуковины. О-о-о-о-о! Ну, нормасик вроде, крепкая подвесочка, что сказать. Пока ничего не сломалось. Это очень хорошо. Я предлагаю другую машину протестировать какую-нибудь. Так, полицейские явно нет смысла тестировать, потому что там по-любому жесть, что с подвеской. Там она очень крепкая Дрифтерские тачки Может быть попробуем У нас есть вот дрифтерская Давайте попробуем ее Может быть у нее подвеска будет хрупкая Во Тупо турбо получается Да Жесткий удар Но Никаких проблем вроде как нет Все работает Руль поворачивается в обе стороны Как бы ну вроде как была Так и осталась Это удивительно потому что я лично думал что Ну будет прям вообще Жесть какая то Нет смотрите реально подвеска прям Хорошая Хорошая подвеска крепкая у машины здесь Я почему то думал что Будет она страдать вот из-за всех Вот этих вот перепадов Давайте еще что нибудь попробуем с вами Ну потому что Как бы пока я не увидел вот этого вот результата Знаете такого чтобы Чтобы прям вот Увидеть и насладиться Да типа подвеска Сломалась Или нет подвеска не сломалась Возьмем вот что Интересно да Как выглядит машина Давайте протестируем ее Сейчас Посмотрим здесь задранная подвеска Здесь кстати будет очень хорошо видно Да Круто видно вообще Замечательно видно Как врезаешься Ха-ха-ха Да блин Не могу попасть по нему Слушайте здесь мотора не хватает Нормально Здесь мотор такой себе Что-то Слабонький Слушайте удар был жесткий Видите перекосил аж На морде Подождите А машину то не перекосило Случайно Но удар был прям Жестковатый Такой если честно Как будто дизелек Какой-то Предлагаю здесь попробовать Эту машину чуть-чуть поменять Посмотрим что можно Да мы можем моторчик Сменить ребят Потому что ну Можно что-то поинтереснее Сюда впихнуть Дизель например Шестилитровый Так И нам бы нужен Газолин Только Только дизель Во Вот так вот пожалуй Дизельнем по чуть-чуть да Слушайте А что по подвесочке У нас здесь Есть подвеска Есть подвеска Так А какая Оффроуд Что это за оффроуд Подвеска О Прикольно Оффроуд Подвеска Это интересно Это что за подвеска У нас Заниженная Какая-то Не Заниженная Нам не подходит Правильно Нам надо что-то Посерьезнее А вот Смотрите как Оффроуд Есть Не Слушайте Так не работает Надо что-то Надо что-то Более интересное Это что такое Солид А это то что у нас Только что было По-моему Ну давайте попробуем Еще раз Оффроуд Поставить И К нему Попробуем Амортизаторы Блин Нет Нельзя Слушайте Нельзя Такой Я Я хотел Чтобы Оно Как-то Ну По Повыше Еще была Машина Но Вот эти Трехлинковые Получаются Гелядня Так А еще что-нибудь Есть интересно Там Лифтед Фронт Кайловер Не Слушайте По-моему Фронт Самый топ Был Да Ну да Да То есть Мы по сути Только Только Дизеляку Внедрили Но Дизеляка Это Мощно Давайте-ка Мы протестируем С вами Этот фургон На чем-то Посерьезнее Потому что Что-то здесь Он Слишком Задранный Поэтому Вообще Пофиг Я-то Думал Что Сейчас У каждой Тачки Будет Подвеску Разрывать И мы Будем С вами Тестировать Вообще На Каких-то Ну Типа На Супер Крутых Тачках Эту Подвеску Но Пока Как Видите Вот Даже Вот Такое Проходится Просто На Изи Это Что-то Ненормально Так Не Должно Быть Просто Посмотрите Что Делает Что Оно Делает Почему Оно Даже Не Замечает Не Замечает Просто Напросто Этих Препятствий Так Я Предлагаю Что-то Посерьезнее Раз уж Так Все Хорошо Получается Давайте Сделаем Реально Серьезный Тест Возможно Что-то И получится У нас Из Этого Ну Что-то Определенно Получилось Это Ли мы Хотели С вами Скорее Нет Чем Да Но Получилось То Что Получилось Вот Что Только Может Остановить Пробив Колес Все Остальное Эту Машину Не Останавливает Ладно Слушайте Это Как-то Я не знаю Я немного Разочарован Потому что Я думал Что Мы прям Увидим Вот эту Закономерность Когда Машина Типа Подготовленная И не Подготовленная Просто Здесь есть Вот такие Вот Варианты Вот такие Вот Варианты Вот такие Варианты То есть Тачки Специально Видите Прераннер Это тачка Которая Может Дубасить Просто По любому Покрытию Это У нас Рок Краулер А это Прераннер И вот Она Выглядит Так Что Она Может Просто Ну я думаю Вы видели Такие Видосы Когда Вот такие Тачки Просто Дубасит Знаете По трассе Потом Она съезжает На поле Дубасит По полю Потом Опять По трассе Вот смотрите Просто Любое Покрытие Сейчас Будет Пересеченка Не Пересеченка И Подвеска Идеально Отрабатывает Это Все Причем На любой Скорости Это все Идеально Отрабатывается Мы Сейчас Попробуем Вот там С вами Проехаться Даже Есть Тут Легкая Легкая Бездорожица Вот Интересно Да Здесь Мощно Все Устроено Мощная Подвесочка Вот Смотрите Просто По трассе Не по трассе По бездорожи Вот Ну тут Камень Просто попался Так Че Кардан Оторвало Блин Она Заднеприводная У нас Оказывается Ну вот Получается Что с рампы Эта штука Съедет И даже Не заметит Ее Вот эти Тачки Супер Подготовленные Подвеска У них Очень Интересно Работает Там Здоровенные Амортизаторы Все Очень Круто Сделано Но Полноценного Теста Не Получается Просто Из-за Того Что У нас Все Тачки Плюс Минус Умеет Крепкую Подвеску Вот Видите Насколько Она Круто Отрабатывает Давайте Попробуем Еще Вот туда Съехать Вернее Заехать На рампу Вот на Эту И с Нее Попробуем Спуститься Посмотрим Что из Этого Получится Но Я Подразумеваю Что Машина Скорее Перевернется Но Давайте Попробуем В любом Случа Потому что Хочется Показать Продемонстрировать Вот эту Разницу В подвеске Но я пока Ее сам Особо Не вижу Да Очевидно Эта тачка Более Приспособлена Для всякого Бездорожья И езды По всяким Пересеченным Местностям Ну-ка О Хорошо Идем Да У нас Оторвало Кардан Но По подвеске Посмотрите Вообще Идеально Слушайте Ну это Круто Вот это Круто Уже А что Если мы А что Если мы Просто пойдем Ва-банк И сейчас Мы туда Стандартный Пикап Загоним Вот такой Длинный Просто Длинный Стандартный Пикап Загоним Туда И все И все А почему Бы и нет А почему Бы и нет В конце Концов Вполне Вероятно Что он За счет Длины Не Перевернется Такое Возможно И тогда Мы увидим Прям прям Прямое Сравнение Этой Подвески Пошел Скорость Маленькая Не разгоняется Ребят Реально Вот газ В палас Ну Типа Кнопка В пол Зажата Не Ну 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 Такое Может быть Если помощнее Взять Тоже Пикап Но Со стандартной Подвеской Но помощнее Что нибудь Что нибудь Мощное Можно нам Мощное Но с обычной Подвеской Крюкап Какой нибудь Да Это дизеляка По-любому Жесткая Какая-то О О Давай Дизель Пауэр Ну я надеюсь Сейчас дизель Покажет Мощу Может нам Надо было Чем-то Отвесить Багажник Еще Ну типа В кузов Что нибудь Нагрузить Чтобы Я понял Я все Понял Можно мне Вид Пожалуйста Как вид Поменять Почему Вид Стал Такой Да блин Что за Фигня Поехали Поехали Друголетчик Поехали Все Тормозим Тормозим Все Нормально Вот этот Дизеляка Разгоняется Как бы Ну Смысл В чем Ну Тоже Не особо Прет Ну Не 30 Конечно Км в час Как там Было Ну Давай 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 Хорошо Слушайте Ну Я думаю Разница Очевидна В целом По подвеске То вы видите Что как бы Ну Плюс Минус Да Но мы Давайте Еще Вот Что С вами Сделаем Мы Сейчас Проведем Тест По Пересеченочке Вот Пересеченочка Посмотрите Как Машина На Пересеченке Себет Вот здесь Просто Переезжаем Допустим Ой Ой Все Блин Застрял Назад Давай Да Назад Давай Ну Ну Ка Если ЕС Включить Нет Застрял Нафиг Ладно Врубаем Там же Но Нашего Прераннера Я думаю Сразу Увидите Разницу Даже Не по Проходимости Вообще Пофиг На проходимость Для проходимости Вот что Есть Кстати Сейчас Загоним Туда В грязь Интересно Кстати А может В следующей серии Сделаем Тест На проходимость Погрязище Прям Круто Будет Погонять Вот Смотрите Просто Дубасим Да Блинский Блин Что ж Ты Он Быстрый Просто Слишком Но Посмотрите Насколько Он Комфортно Едет По Всем Этим Местностям Да Вообще Не Ощущается Чего Либо То есть Подвеска Супер Отрабатывает Вот Идеально Же Идеально Во Смотрите Жесткий Удар Невероятно Жесткое Приземление И у нас Че Кардан Сломал Или че А У нас Заднее Колесо Заблокировало Прикиньте То есть Настолько Жестко Блин А колесо Порвал Но Если Не Считать Что Я Порвал Колесо В целом По Подвеске Вы Сами Видите Что Оно Все Работает Вот Эта Штука Интересна Конечно Мне Это Прям Вообще Жесть Интереснейший Образец Ребята Давайте Реально Возьмем Сейчас Краулер И Просто Загоним Его в Бездорожье Посмотрим Что Он Там Может Но Естественно Естественно Надо Это Все Посерьезнее Как Господи Что За Матрица Тут Началась Короче Надо Посерьезнее Все Это Дело Протестировать Будет Я Думаю В Одну Из Следующих Серий Мы С вами Прям Займемся Полноценно Тестами Проходимости Это Интересно Лично Мне О Здесь Тоже Подвесочка Такая Крепкая Мне Кажется Можно Попробовать Его Тоже Сбросить Но Я Думаю Что Вот Ну У Него Нету Таких Вот Этих Бам Стопов И Скорее Сего У Него Подвесочка Разобьется Ну Не Подвесочка А он Сам Разобьется Ну Поехали Попробуем Скорость Тоже Что Не Особо Растет Жестко Жесткий Прием Ну Как Видите Приранер Спокойно С этим Справляется Один Из Немногих А Вот Все Остальные Тачки Им тяжеловато Конечно Все Делать Было бы Интересно Знаете На скорости Типа Врезаться Вот так Вот Колесом По-любому У любой Тачки Оторвало Так У нас Что Полный Привод Что Сейчас Полный Да Но Блокировки Не Включены Шноркеля У этой Тачки Кстати Нету Ну Че Вообще Изи Изи Прям Слушайте Реально Очень Очень Просто Что-то На ней Выезжать Везде Я думаю Если мы Здесь Любую Другую Заспавним Где-то Здесь же Засаживал Да Я его Пикапа Получается Так Отрубим Пожалуй Блокировки Поставим Задний Привод Даже На заднем Приводе Прет Смотрите Реально Выезжает Даже На заднем Приводе Прям Вообще Во Вроде Подзастрял Ну-ка На заднем Приводе Без Блокировки Мне достаточно Сейчас заднюю Блокировку Включите Мы Выйдем Смотрите Давай Давай Я же Сказал Выйдем Давай Выезжай На заднем Приводе Сейчас Выйдем Смотрите Только Задний Привод Ничего Более Как-то Даже Не весело Ну в плане Неинтересно Слишком Просто Все Да Ладно Блин Ну как Так Это Это Просто Что-то Ну так Не может Быть Давайте Поставим Сюда Просто Что-то Внедорог Ну не Такое С полным Приводом В плане Вот Что-то Обычное С полным Приводом Но Что-нибудь Ну вот Это Что-ли Полис Да Или Офроуд Нет Вот Эдвенчур Эдвенчур Давайте Посмотрим Как оно Как Эдвенчур Здесь Справится Поедет Оно Вообще Нет Ну в принципе Тоже Едет А что же У нас Пикап Тогда Тут Застрял Я думал Сейчас Мы Внедорожные Тесты Сделаем Все Круто Будет А пока Что-то Не особо Даже И весело Как-то Ну типа Вот полный Если отключить То да Мы засели А если Включить То все Поехали Сразу Проваливаемся Мы так же Как пикап Ну в принципе Да Ну едем Опять таки Жестко Я думал Что ну Типа Немножечко По другому Все это будет Работать Вот посмотрите Как здесь Подвеска Отрабатывает Видите Мы просто Как попрыгунчик Прыгаем А там Совсем По другому На Приранере Там Просто Подвеска Реально Отрабатывает Вот сейчас Будет Жопа Или нет Ну да Мы просто Перевернулись Но едем Дальше В отличии От приранера Да У нас Ничего Не загнуло Никуда Мы просто Просто Едем Дальше Все Сейчас будет Смотрите Отрыв колеса Просто на скорости На Минус Мост Вот так У любой Тачки будет Я уверен Что ни одна Не сможет Так проехать Даже Приранер Ладно Сейчас проверю Приранер Не могу Успокоиться Очень Весело Это все Как то Интересно Все это смотреть Так Приранер Приранер Где же Мой Приранер Вот же Он Приранер Давай Заменяем Попер Давай Давай На заднем Приводе Прем Ну что Реально Застрял Что ли Блин Чувак Давай Надо ехать Я понял Придется Чуть Чуть Его Как бы Помочь Ему Так Вот сюда Мы его Поставим Давайте Посмотрим Что он Оторвет У него Мост Передний Или нет Да ладно Походу Не оторвет Надо Еще Тест Да ладно Не отрывает Нифига У него Так Не может Быть Это Что то Ненормальное А повыше Если Блин Посмотрите Задний мост Оторвало А передний Нет Диск Помяло А с мостом Вообще Все четко Так Ну-ка Оно едет Почти Едет Сейчас Сейчас Починим Блин Все таки Чуть Чуть Дубануло Уф Переборщ 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 С силой Давай 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 Сейчас На Но оно Все равно Пытается Ехать Это Жестко Короче Прирайнер Топ Ладно Ребят На этом Будем Заканчивать Если вам понравилось Ставьте лайк Пишите комментарий Всем пока Субтитры 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 Субтитры